Набираем 3 лайка и новый ролик сразу же улетает в монтаж. Всем привет, друзья, с вами я, Трипал. Сегодня четверг, а это значит началась новая бонусная неделя в GTA Online. В этом коротком ролике попытаюсь максимально подробно рассказать вам обо всех новых плюшках в игре, благо на этой неделе Rockstar завезли действительно кучу крутых скидок и приятных бонусов в мультиплеер. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, ну и давайте начнем. Спонсор этого ролика букмекерская компания 1xbet. Надежный букмекер, высокие коэффициенты, быстрые выплаты и огромное покрытие спортивных событий. А по промокоду TRIPLE вы получите до 6500 рублей на первый депозит. Все подробности в первом закрепленном комментарии. Лично для меня, наверное, самым интересным на этой неделе стали обновленные скидки. Во-первых, Rockstar завезли 40% скидку на абсолютно все ангары и бункеры, и, безусловно, на весь ремонт для них. Поэтому, если вдруг у вас до сих пор нет этих предприятий, то сейчас, как мне кажется, самое время их прикупить. Ну, а во-вторых, в игре появилась просто тонна скидок от 30 до 40% на военный и воздушный транспорт. Террорбайт и все его кастомизации. Согласитесь, скидки крутые. Как-никак это не обычный транспорт, а военный, который в любом случае будет пополезнее, чем простые тачки или мотоциклы. Вроде по скидкам на этом все, поэтому переходим к бонусам. На этой неделе Rockstar завезли тройные выплаты опыта в тире. Для чего это надо, непонятно, так как даже с множителем вам выплачивают всего лишь по 300 рп, что безумно мало и, думаю, абсолютно никому не нужно. Помимо этого, в игре действуют двойные выплаты денег опыта за авиаперевозки грузов, то есть через ваш ангар, поэтому те, кто формят бабки таким образом, эта новость должна быть вам полезна. Ну и кроме всего прочего, прямо сейчас действуют точно такие же двойные выплаты в противоборствах Джиггернаут, которые мне совсем не нравятся, и охота на носорога, которая хоть и старая, но одна из самых веселых и лучших в игре. Ну и само собой, куда же без нового контента. На этой неделе разработчики завезли 9 новых противоборств. По сути, сами противоборства старые, то есть это, допустим, маньяк, каждый патрон на счету, доминирование и так далее, но теперь все эти противоборства находятся в локации базы и заграбления судного дня. Подобная фишка уже, как вы помните, была только с локации бункера, но теперь нам завезли все то же самое, но на территории базы. Не знаю, возможно, кому-то это вкатит, но я, поиграв пару раз, понял, что все это очень скучно, долго и нудно. Делитесь своим мнением в комментариях, ну а мы переходим дальше. Последний бонус на этой неделе это скидка 25% на спецгруз, в принципе, ничего масштабного, но, тем не менее, для тех, кто фармит ящики, это будет приятно. Ну и новая футболка под названием Coil USA, которую получит каждый игрок, просто зайдя в GTA Online до 30 мая. По сути, это все изменения, которые мне удалось заметить на новой бонусной неделе в GTA Online. Пишите в комментариях, если я что-то пропустил, ну и также заранее хочу ответить на вопрос многих из вас. Недавно я выкладывал ролик, в котором говорил, что в мае должно выйти обновление с противоборствами, которое придется скачивать. Как вы поняли, на этой неделе вышли новые противоборства, но ничего мы с вами не скачивали. Получается, тот самый небольшой апдейт, намеченный на конец мая, о котором я рассказывал в том ролике, еще не вышел, поэтому ожидаем его 30-го числа. Ну а на этом у меня все. Да, видео получилось коротким, но по сути, все, что хотел, я вам рассказал. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании, там мой инстаграм, моя группа по прокачке персонажей в GTA Online, моя личная страница ВКонтакте и так далее. Кстати, прямо сейчас на экране появятся два ролика, которые я вам крайне рекомендую глянуть. Кликайте на один из них и приятного просмотра. Всем удачи, друзья, и до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok